Зачем вертлюг откусывать? Слабое звено. Если сон вдруг попадется, чтобы он вертлюг не выдернул. Вертлюг это чтобы не перекручивал что-то. Как воблер идет прямо, что он там перекручивает? Продолжение следует... Майн-силь. Как он перепрыгнул от его. Очень живые судаки, очень живые судаки. Под подача бывает. Три утра. Решили мы все-таки встать пораньше на час. И в принципе, наверное, сделали правильно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пришел я тебя. Некрупный гаденыш, некрупный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть. Хороший, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Двести двадцать четвертый цвет. Это один из лучших германовских бойцов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, нет, ну ужал, почему так, Андрей, а? Уже второй. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сел, прям даже без потычки. Просто повис, видно закончил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сандаch a troll dd. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что-то он какой-то рукожопный. Почему он сходит с него? Стоит синий. О, желтый. На желтой фигачке. Есть. Держись, держись, только не уходи. Косодака, тролл-дд, держи его. Смотри, что творит. Третья поклёвка за проводку. Косодака, тролл-дд. Как же ты раньше-то не ставил? Ну, не очень круто. Спиннинг, кстати, тоже классно. Прям чуйка, вообще, каждую ветку чувствую. Понравилось мне. Где крупный ветер? Косодака, тролл-дд. О, ну такой есть. У тебя сотка. Это 85. Нет, 85. 85 у тебя? Да. Это мой. У него еще не твой, это мой. Вот такой. Косодак, тролл-дд. Борзее, я ближе прижимаюсь. Да, здесь стая хорошая. На одной проводке три поклёвки. Чуйка у него прям хорошая. Это спиннинг, нравится мне. Он прям звонкий. Я прям каждую ветку чувствую. Но это 2,10. А 2,40 мне не понравился. Я, правда, не пробовал, но он лапшистый. Ух, это получше, вроде бы. Об ветку тыкается и немножко назад отдаешь. Он видно под этими ветками стоит. У нас неведлое бревно какое-то. Но это чуть-чуть покрупнее. Проводочек. Он берет прям как-то, вижу, сваливается. Очень нежно берет. Полтора метра. Метра восемь, два. Свал хороший. Три метра. В данный момент мы судака нашли на первой, передбереговой бровке. На свале два с половиной, три метра. Бьет. Я прям вот... Ну, иногда зеваю. Иногда, короче, раз, и туда отдаю его. И он видно за бревном. Может, стоит, отдаю. И он, уфу, хватает, наверное. Хватает, видишь, очень аккуратно. Четырехтактный, нужен двигатель, блядь. Успугаем сейчас. Скорость 3 километра в час, где-то 3.30, 3.15. Четырех с половиной метров. Коряжки нашли такие. На дне какие-то бревна лежат. Воблер очень часто тыкался в дно, попадал в ветки, в какие-то бревна. И это было очень чревато. Рыбалка была на грани обрыва. С шансом потерять воблер где-то в 90%. Блин, а вот сейчас не успел отдать. Смотри, полматывай. Вот на коряжкой. Думаю, поклевка сиканул. Сейчас в обраточку попробуем прям. Может, отдаст. Я ручку влой, если жалко. А? Да. Вот, сошел. То есть, короче, вот зацепили. Вроде бы глухой зацеп был. А в обраточку, не сматывая, плетит. Какие-то там. Ой, как-то поймал. Я не поймал. Была вроде поклевка. А в обраточку, короче, начинаем, не сматывая плетенку. Уходим на лодке и по братку вытаскиваем. Главное, сильный не дергать. Момент зацепа. Так, попробуем еще раз. Но все-таки я чувствую, оторву его здесь. Или глаза замыливаются, ближе стал прижиматься. Скорость около трех. 2,90, 2,70. 4,6, 4,5, 4,7. Да. Есть, сел, но маленький. Сам повис просто. Вообще не крупный. Бойка сопротивляется. Этого отпустим. Вот такая Косодака. Тролл ДД 80Ф. Крючки хорошие стоят. Фурнитура тоже достойная. Есть. Вообще, что творит Косодака? Андрю, давайте Косодаку дадим. Давай попробуем, может быть, не в цвете. Вот что значит найти Судака. И насколько Судак может стоять очень плотно. Мелкий, зараза. Чуть в сторону, и вы без рыбы. Косодаку? Нет. Сейчас отпустим. Попробуем. Засранцы клюют маленькие. Я просто боюсь, что твое оторвать. Давай. Сразу спиннинг такой легкий. 40. 50. 60. 70. 80. Есть. Спиннинг прям вот этот легкий. 22 раза спиннинг совсем. Ну, бы с хорошей чуйкой. Джер прям очень легкий спиннинг. Овощий тяжелый. Да, тут получше, смотри. Зип-бэйс. Нашли хорошее место. Прям сразу поклевывает. Есть. Ты опять до коллеги тебя бьешь? Нету. До коллеги где-то вот здесь под нами. А у тебя до дна касается, нет? Да. Да, овощий не нравится, можно вот так поднимать. Нет, овощий мне очень понравился. Тяжеловат, конечно. Опять косодака. Труды, да. Шестая дорожка, шестая рыба. Продолжаем пока. Но не крупный здесь, конечно. Хочется что-то крупнее. Сейчас, наверное, походим, походим. Вот он. Опять. Это вообще просто бомба какая-то. Вот это место. Здесь ситрыли еле. Сразу соскочил. Крупнее. Ну, покрупнее, чем утром было, кстати. Ну, то ладно. Вот такой писарожопик. Поставь бандос, Андрюх. У тебя на бандос был больше поклевок. Он может заглубляться, будет побыстрее. Есть! Водей его прямо оставь. Я сейчас заведу. Не круто. На, Андрюха, давай сейчас походи с этой стороны, тебе повеселее будет. Я, если честно, уже не уже надоело. Нормально, нормально. Ну, стандарт какой-то идет, чуть поменьше. Агрессор 5-метровый, кто будет поставить. Может, по кругу и будет. Дорожка прям короткая. Вон от того бревна мы начинаем. Вот он, опять есть. Вот сколько здесь, наверное, метров 150, да? Дорожка 150 метров. Максимум 200. Ну, единственное, он, конечно, не очень крупный. Но бойкий. Он очень какой-то активный. Попробуй, Андрюха, так поднять его. Поставили другую приманку. Рискну сейчас поближе. Подойду к берегу. Посмотрим, у Андрея будет сейчас поклевать, нет? И у меня чревато оторвать ее. Реманку поставил уже трехметровую. Вот тебе, пожалуйста, в одном месте стоит. Что, посмотрим на бандос? Крупнее будет, нет? Он сошел. Сошел? Я говорю, берет очень это. Деликатно. Как-то непонятно. Сейчас еще раз повторим. Деликатно. Деликатно. Здесь есть? Защелкивает. Место просто нашли шоколад. Не нравится мне этот финн, выскакивает он. Просто бойкие они, очень бойкие. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Судака на этой точке было очень много, но к сожалению, он был весь мелкий. Весь судак был пойман до полутора килограмм. Самый крупный как раз, по-моему, и потянул на полтора килограмма. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Смелись, смелись, смелись. Теперь... Сразу два. Сразу два. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. сидит есть у меня вообще мелкий сваливать отсюда если какие-то но джигит вот такую хрень собирают и на кукан вешать но отпускаем 2 германа фигачит во все так слушай ну чё будем продолжать давай попробуем поглубже если пройти нет там есть какие-то вот бревна что лежат я не знаю что не он идет ровно но потом иногда тыкается там оба что-то и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Устали мы уже кино снимать. Вот про эту мелочь. В районе килограмма что-то такое попадается. Пока ничего крупного не можно найти. Продолжаем искать. Ну на копчение такой нормальный. Так. Кучу мелочи уже отпустили. Чтобы вы там не бубнили и ничего не говорили. Мелочь все отпускаем. И это. Про палочки хотел пару слов сказать. Значит по поводу палочка джерк от волжанки. Я уже говорил, что это очень понравилось. Она реально очень легкая. Причем сейчас даже вот взял, которую я вам обещал тоже показать. Солнце мы прям. Там будет все хреново. Так. Вот я значит овачью поставил. То, что я писал. Обещал протестировать. 2,10 до 300 грамм. Я взял две палки. 2,10 до 300 и 2,40 до 300 грамм. Значит 2,40 сразу в руках. Она мне не понравилась. Она такая лапшистая. А вот 2,10. Значит мне понравилась. Она довольно-таки такая упругая палочка. Видно все-таки тест 1. А вот от размера наверное это зависит. Палочка очень звонкая. Очень звонкая. И довольно-таки я думаю такая прочная. Я думаю, что она выдержит и сама. Она тоже значит 2,40 причем разбирается как обычная палка. А эта палочка снимается только ручкой. 2,10. Вот эта 2,10. Я повторюсь, мне очень понравилась. Вот ее я могу рекомендовать. Единственное но. Вот эта овача. Она довольно-таки тяжелая. Она увесистая. Прям как будто это стекло. Я даже не знаю, что она сделана. Но такое ощущение, что она прямо из стекляшки сделана. Джерковая палочка. Она прям вот вообще пушинка просто. Вот ее берешь. Она такая прям деликатная палочка. И довольно-таки тоже оказалась прочная. Зацепь ее проверили. Палочка довольно-таки неплохая. С курочком она. Интересные вот эти вот вставочки у нее. То есть эти вырезы для тактильной чувствительности. Очень достойная. Андрюш тоже понравилось. Вот Андрею я подарил ее. Я думаю, что палочка ему послужит хорошо. Но я говорю, вот овача мне тоже очень понравилась. Единственное, я говорю, она тяжеловата. Овача помощнее будет, чем палочка джерк. Ну ладно, поедем мы дальше. Не будем время свою рыбацкое терять. Пробуем можно разные приманки. На агрессорах, на халке. Пока мы вообще ничего не поймали. Работают бандиты. В основном синие цвета. Какие-то голубые. Там желтые работают. Что у нас еще? Ну стальной цвет работает. 31-й. Косадака отстрелялась. Значит, такая вот желтая. Очень хорошо отстрелялась. Просто вся покоцанная. За одну рыбалку. Она была вся новая. Вот. И до этого Косадака отстрелялась и он ДД. Рыжего цвета. Такая какая-то темно-рыжего. В полосочку. Ну вот как-то так. По приманкам поподробнее в обзоре расскажу. Поедем сейчас на новое место. Наверное, поищем попробуем в другом месте. Продолжение следует.